С вами Ари Ран и сегодня не дайджест у нас кей-поп новостей, а просто новости связанные непосредственно с Эдор и Хайп, потому что состоялся суд между Хайп и Минхиджин и соответственно очень много всего там произошло и было сказано, просто целый день вчера новости летели вот так вот простынями и некоторые статьи были очень внушительные, честно говоря требовали внимательного, вдумчивого чтения для того, чтобы разобраться что к чему. Более того, интересный факт, разные сайты публикуют разную информацию, максимально поддерживая одну или другую сторону и запутаться еще проще. Кое-что мы с вами уже вчера обсуждали непосредственно в моем телеграм-канале, это касается обнародованного письма Минхиджин, который она направляла в хайп как раз таки перед началом аудита и мы сегодня на нем немножко остановимся, но кто хочет чуть детальнее в некоторые темы вникнуть, добро пожаловать в мой телеграм-канал. Есть и другие новости кей-поп, которые мне очень хочется с вами обсудить, но в один ролик поместить все не получится, потому что он будет слишком большой и я его не смонтирую так, чтобы он оставался все еще актуальным. Так что сегодня обсуждаем, во-первых, претензии со стороны Минхиджин, во-вторых, всякие подробности, которые сейчас приоткрывает нам хайп в рамках суда, как именно Минхиджин вела всякие разные переговоры с инвесторами, чтобы подтвердить, что она действительно планировала узурпацию Эдор. Мнение непосредственно Нью Джинс, которые вот так вот где-то там всплывают, но опять же ничего не понятно, потому что лично от них мы никакой информации не получили. Всякие разные оскорбительные сообщения от Минхиджин в адрес Нью Джинс, которые тоже появляются, но стоят под большим знаком вопроса и, естественно, вся эта информация неофициальная. Но, ребята, мои дорогие и хорошие, готовьтесь. Я составила тезисы для того, чтобы ничего не забыть. Начну я немножечко с преддверия суда, потому что произошли некоторые события, которые так или иначе с этим всем мероприятием связаны, и вы, естественно, должны об этом знать на начало всех вот этих вот, так сказать, драчек судебных. Че у нас? Несколько дней назад я этого не обозревала в прошлом новостном ролике, потому что, не знаю почему, собственно, здесь, наверное, это будет в любом случае уместней. То, что комиссия по справедливой торговле объявила хайп конгломератом. Если более конкретно, это у нас теперь публичная открытая корпоративная группа, потому что обороты слишком большие. Собственно, капитализацию они обозначили в 3,85 миллиарда долларов США, что, соответственно, уже как бы предполагает, что у нас теперь конгломерат. Более того, Банжи Хёк, который является крупнейшим акционером, более 31% у него акций хайп, он был назначен главой всего этого большого домика. И, собственно, все поздравляют Банжи Хёка, но вы знаете, что интересно, все вот такие громкие новости, связанные с хайпом, очень быстро исчезают. Я не знаю, как так получается, как будто бы кто-то нарочито подчищает любые обсуждения по этому поводу, хотя события громко. Я понимаю, что драчки это всегда интересней, но, тем не менее, некоторые новости, такие похвальные в адрес Минджин, они долгоиграющие, а все, что происходит с хайп, очень быстро тухнет. Я понимаю, почему диспатч говорили, что, мол, хайп где-то там не дотягивает в СМИ, в медиапространстве для того, чтобы поддерживать, собственно, свою репутацию. Но по этому поводу я также высказывалась в Телеграм-канале. Собственно, Банжи Хёка мы поздравляем и переходим к следующей теме, которая также у нас обсуждалась накануне. Потому что сообщилось нам вдруг, что хайп действительно во время аудита нашли подтверждение того, что Минхи Джин лично встречалась с некоторыми людьми, представителями компаний, которые, предположительно, могли бы стать инвесторами Эдор. Упоминаются у нас непосредственно Данаму и Нейба Корпорейшн. Но что там за доказательства, не совсем понятно. По крайней мере, от хайпа в общественное пространство были переданы некоторые сообщения Минхи Джин из Какао Толк, которые, по всей видимости, и являются доказательствами. Единственные они или нет, я не знаю, но, конечно же, я вам их озвучу. Дескать, Минхи Джин писала, этот человек из Данаму понятия не имеет, о чём я говорю, чёрт. Ну, то есть, она возмущается, тут имя как бы было, но оно засекречено. Возмущается, что она, по всей видимости, вот так вот объясняла, что ей надо, напрямую не говоря, и он ничего не понял, и она возмущена этим. Но также есть другое сообщение, но Нейба достаточно хорошо это понимает. Получается, как бы косвенно, да, можно заподозрить, что Минхи Джин как раз-таки вела с ними речь о продаже Эдор, то есть, привлечении инвесторов со стороны в их лице для того, чтобы выкупить Эдор, но не все поняли всё как нужно. С другой стороны, эти сообщения можно трактовать как-нибудь и по-другому, если взглянуть на контекст, но всё-таки мне кажется, что для суда, наверное, вот таких доказательств будет не слишком-то достаточно, но поглядим. Дальше у нас уже состоялся непосредственно суд 17-го числа, как я сказала, то бишь вчера. Проходил он в Центральном окружном суде Сеула. Суть заседания заключается в чём, если кто-то ещё не понял. Хайп — крупнейшая корпорация, в которой содержится много дочерних компаний, в том числе саблэйблы, и в них входит Эдор, созданная Минхи Джин. На 80% по акциям Эдор принадлежат Хайп, на 20% принадлежат Минхи Джин и её со-директорам, которые всячески на её стороне. И, собственно, после того, как она начала поднимать неудобные вопросы по её словам, по словам Хайп, она решила узурпировать, захватить власть в Эдор, обмануть, обвести вокруг пальцев Хайп, они объявили аудит и решили её вместе с её директорами уволить. Они хотят провести собрание акционеров 31-го, то ли 30-го, по-моему, 31-го числа этого месяца, оно должно состояться. И поскольку Минхи Джин опасается, что голосованием её всё-таки уволят, она не хочет, чтобы принимали в этом голосовании непосредственно Хайп, что достаточно интересно, да, дескать, они предвзято отнесутся к ней, её точно уволят, поэтому она подала в суд для того, чтобы запретить Хайп голосовать во время этого акционерного собрания, и тогда у неё есть ещё шансы побороться, да, за своё место по солнцам. Но здесь хочется отметить, я уже говорила об этом ранее, где-то проскакивала такая информация, что якобы у Минхи Джин очень много друзей, даже среди акционеров Хайп и в разных во всяких отделах, среди административного аппарата, поэтому многие поддерживают её сторону, ну, то есть готовы как бы голосовать в поддержку непосредственно Минхи Джин. Поэтому я думаю, что в принципе, раз она вот на это замахнулась, то значит какие-то шансы у неё удержаться в Хайп и не дать себя уволить есть. Итак, Хайп заговорили по поводу обвинения со стороны Минхи Джин, что они заставили её подписать рабский контракт там на сколько-то много лет, до 26-го года. Ну, не так уж и много получается, да. Суть в том, что ей, помимо прочего, запретили как-либо сотрудничать с конкурентами, вот, собственно, и она отсылается на всякое разное, что ей там не нравилось по её контракту, на что Хайп говорит, извините, какой это может быть рабский контракт, если вне этого контракта всё, что она просила, мы делали, мы создали для неё отдельное агентство, то есть вейбл, да, который вообще как бы изначально не был предусмотрен контрактом, но мы пошли на это. Мы инвестировали крупную сумму в Эдор, мы сделали всё и даже больше со своей стороны, поэтому о каком рабском контракте может идти речь. Более того, что касается запрета на сотрудничество со сторонними компаниями, это как бы нормально, потому что она работает у нас, и мы заинтересованы, чтобы как бы эти наработки все оставались внутри компании. Дальше Хайп высказались по поводу позиционирования Минхи Джинс себя как матери Нью Джинс, они всё это назвали фасадом, что она на самом деле так себе относилась к Нью Джинс, и они вот такие слова её цитируют, где они их взяли, не знаю, то ли из мессенджеров, то ли где-то на слуху у них было, значит, свидетели какие-то. Трудно относиться к участникам Нью Джинс как к артистам, ну, не знаю, может быть, где-то в порыве чего-то и можно такое сказать, не знаю, опять же, насколько это прям мощная такая предъява. Ещё есть такая предположительная реплика Минхи Джинс, это невыносимо, что мне приходится за них отвечать, то есть за девочек Нью Джинс тоже, знаете, пока что ничего вроде страшного нет. Или ещё, она вот, например, всё время заявляла, что именно она стала причиной успеха Нью Джинс. Ну, это амбиции, ребята, предъявить за это по закону, мне тоже кажется сложно, поэтому пока что слабенько. Вот, но это не всё, самое интересное и сейчас максимально обсуждаемая часть касательно этого всего, это некие сообщения, которые были взяты из чатов переписок Минхи Джинс, где она прям конкретно парафинила девочек Нью Джинс, по крайней мере так заявляют Хайв. И вы знаете, в чём фишечка? Как я уже сказала, в прошлом новостном ролике я читаю новости на разных источниках и стараюсь обращаться к источникам источников для того, чтобы перепроверить, потому что каждый занимает свою позицию и получается, что информация порой бывает абсолютно противоположная. Так, например, касательно этих сообщений, которые были заявлены Хайв на суде, в одних источниках написано, что суд принял эти сообщения в качестве доказательств, но после того, как Хайв предложили их обнародовать, Минхи Джин, а точнее её сторона, высказались против того, чтобы эти сообщения были показаны, собственно, или прочитаны во всеуслышание. Другой же источник говорит, что эти сообщения, которые подготовили Хайв, не были приняты судом, потому что они были заблюрены, что-то там было непонятно, а сторона Минхи Джин сказала, что это настолько всё вырвано из контекста, что суд попросту эти сообщения не принял, и, естественно, они тоже обнародованы не были непосредственно с разрешения суда. Поэтому что думать по этому поводу решать вам, но к этим сообщениям мы с вами ещё вернёмся чуть-чуть позже после суда, собственно, когда эта система набрала оборотов, и следующий виток случился. Мы с вами движемся конкретно по суду. Ещё также Хайп обвиняют Минхи Джин в том, что она практически диктатуру устроила в отношении девочек Нью Джин, что она их, по сути, газлайтила для того, чтобы привести их в то состояние, в котором они будут послушно выполнять всё, что она им говорит, то есть как бы дрессировала их. И, соответственно, сейчас, поскольку их позицию официально руководство Эйдор преподносит как поддержку в свою сторону, Хайп говорит, что нельзя им доверять, потому что они, собственно, повлияли на их умы, на их сознание. Хорошо, в разрезе всего этого якобы скверного характера Минхи Джин по утверждению Хайп поднимались также темы её женоненавистнических выражений в отношении многих женщин-сотрудниц Хайп. Так, например, упоминается некий случай, который произошёл и связан он с домогательствами в отношении одной из женщин, когда это обрело гласности непосредственно в компании, этот вопрос был поднят и разбирался, расследовался. Минхи Джин сделала некоторые высказывания в адрес этой женщины, предполагательной жертвы, очень грубые. То есть, как утверждает Хайп, Минхи Джин этими словами хотела поставить эту женщину на место и занять послушную позицию. Более того, Хайп упоминает моменты, когда Минхи Джин, обращаясь к своим коллегам-женщинам, использовала такой термин как кеджума. Кед-собака на корейском языке, кеджума это женщина, то есть тётушка или тётка, что зачастую в корейском языке, если ты такой термин используешь к достаточно молодой женщине, так сказать, может даже звучать как обзывательство, такое несколько оскорбление. И, соответственно, вот они об этом говорят, но какие они там доказательства по этому поводу предоставляли или каких свидетелей, я, честно говоря, не знаю. Также в суд была передана петиция, написанная Банши Хёком для сотрудников Хайп, и, соответственно, тоже каким-то образом она должна была быть принята во внимание в суде. Про что петиция? Не про что, ребята. Вообще, я вам хочу сказать, у нас Банши Хёк чисто творчески выразился про необходимость творческой свободы для творцов, и также, что вся эта структура, то есть речь идёт о мультивейбловой, да, сложной кампании, все дела, что вся эта структура, она, конечно же, может быть не идеальна, потому что она пока что только строится, но любая идеальная структура не застрахована от злых людей. Вот такая была петиция. Собственно, не знаю, как это может повлиять на ход дела или вообще как-либо на осознание людей, которые ждут от хайпа какой-то конкретик. Что, дальше разбираем, у нас идёт обсуждение непосредственно уже по делу. Это инвесторы, и тут достаточно интересней. Опять же, хочется оговориться, какие там были предоставлены доказательства, сказать сложно, достаточен ли их объём, но обвинения серьёзные. Речь идёт о некоторых людях, с которыми Мин Хи Джин встречалась лично, или через вице-президентов, и обсуждалось непосредственно всякое разное, что может расцениваться как попытка Мин Хи Джин узурпировать Эдор, или провернуть какие-то такие фишки, чтобы превратить Эдор в пустышку, продать её, по сути, потом хайпу, выгодной для себя цене, заметьте, и, соответственно, развернуться, вильнуть хвостом и уйти, возможно, даже с девочкой Мин Ю Джин. А может быть, какие-то другие были планы. Собственно, давайте чуть-чуть поближе рассмотрим, в чём у нас дело тут. Сторона Мин Хи Джин и сторона хайп ссылаются на внешнего финансового директора хайп. Он обозначен буковкой Б, который получил от Мин Хи Джин некоторое время назад запрос на консультацию по определенным вопросам инвестирования в Эдор. И, собственно, исходя из её запроса, был ей дан ответ, что, чтобы удовлетворить, собственно, её желание, ей нужно, как бы желательно, каким образом это сделать, перевести Эдор непосредственно на биржу, то есть сделать открытой компанией, чтобы акции могли свободно покупаться и продаваться, как это сейчас происходит, например, с хайп. Я напомню, 80% принадлежит хайп, 20% принадлежит Эдор. То есть вывести эти акции, и можно уже будет как-то частями эти акции дербанить между другими людьми и другими инвесторами. Но вместе с тем, если она хочет всё-таки получить большее управление над Эдор, соответственно, ей нужно привлечь не просто людей со стороны, которые могут себе по одной-две акции купить, а крупных инвесторов, которые до того, как акции будут выведены в открытую продажу на бирже, будут проданы конкретным инвесторам с конкретными объёмами. Да, и, соответственно, это обеспечит ей за получение большего контроля над Эдор, чем непосредственно хайп. И что-то там ещё какие-то были советы, но я думаю, мы не будем углубляться, потому что, возможно, даже я очень общенно говорю, и в связи с этим появляются некоторые нюансы, которые можно было бы обсудить, но дело в том, что там всё сложено. Но этот директор Б, значит, говорит, что лично он с Минхиджин не встречался, но запрос этот он получил от уполномоченного официального лица, представлявшего Минхиджин. Запомнили, да? Потому что Минхиджин всячески отрицает, что она встречалась с кем-либо из инвесторов по вопросам, которые можно как-либо расценивать в качестве узурпации непосредственно Эдор. И, значит, после вот таких всяких разных консультаций, этот внешний директор Хайп, естественно, сообщил непосредственно Хайп ещё в феврале этого года о том, что Минхиджин обращалась вот с таким запросом. Они и ей ответили, ну и Хайп сообщили, мол, что у вас там происходит, значит, Минхиджин у нас спросила. Дальше также ещё ссылаются на некого менеджера фонда прямых инвестиций, N-Capital, и там вообще ничего не понятно, честно говоря, но тоже обращение было со стороны Минхиджин непрямое, и, соответственно, там какая-то тягомотина, насколько я поняла, даже в зале суда произошла, где сторона Минхиджин отрицает это всё, и общение там с мистером Бэй, ещё с кем-то, дескать, это слухи. Ну не то, что прям совсем отрицает, да, но говорит, что все всё там не так поняли, и это всё надумано, это всё, короче, не так. Но вот по поводу прямых инвестиций, там вот именно на этом была загвоздка, что они обращались к N-Capital не как к фонду прямых инвестиций, а как к кому-то другому, а N-Capital говорят, ну подождите, мы всё равно фонд прямых инвестиций, речь шла о том самом, поэтому, ребята, как я уже сказала, тут нужно больше понимать о том, что происходит непосредственно внутри, и иметь, значит, всеми необходимыми знаниями, базовые знаниями по всем делам акционеров, даже исходя из суда может возникнуть путаница в голове. И, в общем, вот это вот всё сторона Мин отрицает, а хайп непосредственно это всё продвигает, как то, что стало для них звоночком, обратить внимание на действия Минхиджин. Также, естественно, поднимается тема по поводу Дона Му и Нейба. Это те самые, с кем Минхиджин встречалась по заявлению хайп лично во время обедов, и сообщения, по поводу которых я вам зачитывала в начале ролика, написанные якобы Минхиджин. Вот, собственно, говорится, что хайп также предоставили некие подтверждения того, что эти встречи были, и они касались того самого, то есть попытки привлечь эти компании в качестве инвесторов для Эдор, для того, чтобы им как раз-таки избагрить, да, вот эти вот акции до официального выхода на биржевый рынок. Также, что ещё там? А, ещё была информация, что в декабре 2023 года, в принципе, по сути, Минхиджин уже, обсуждая с хайпом дела Эдор, дескать, как акции Эдор могут быть привлекательными, если до сих пор нет открытого листинга, то есть, да, если компания всё ещё не выведена на биржу. Более того, утверждается, что она требовала опционы увеличить в 13 раз, то есть цены на них, и всячески, собственно, настаивала ещё в декабре. То есть, обратите внимание, это всё происходило ещё до того, как какая-либо информация с плагиатом девочек Айлит могла бы возникнуть, потому что Айлит ещё было не видно, не слышно. Но на это всё Минхиджин всячески, естественно, продолжает отрицать, что она как-либо пыталась продать Эдор, но зачем тогда она в это всё лезла, мне не совсем понятно. Но да ладно, она говорила, что она человек творчества, то есть нужно бы ей заниматься камбэками, всем вот этим, да, концептами. Есть финансовые директора в хайп, непосредственно, которые курируют эту часть Эдор, чего она... Ну ладно, хорошо, окей. И мне кажется, это самая такая весомая часть суда, которая, собственно, может действительно настоять на том, что были нарушены интересы хайп, посягательства на их выводение своей частью Эдор, да и в принципе Эдор как бы включён в хайп, да, если уж на то пошло, давайте теперь выслушаем сторону Минхиджин. Адвокаты сразу же заявили, что Нью Джинс поддерживают Минхиджин, и фанаты более того тоже вроде бы как. Также, что у девочек запланирован выпуск в 2024 году сольного альбома, сольного просто альбома, также тур, и естественно, это всё может пойти прахом, если будут какие-либо перестановки, и если Минхиджин уволят. Более того, что фанаты настаивают, дескать, то самое звучание эксклюзивное Нью Джинс, созданное благодаря Минхиджин, будет утрачено, если Минхиджин уволят и оторвут от Нью Джинс. Соответственно, это приводится в качестве довода того, что Минхиджин увольнять нельзя, и поэтому нужно бороться за то, чтобы не было возможности у хайп её уволить. Также упоминается, что девочки охвачены страхом. Мне так нравятся эти формулировки, которые прям, знаете, вот чисто по эмоциям бьют. Девочки Нью Джинс охвачены страхом, что их могут отправить на тот самый перерыв полтора года, мы с вами его обсуждали чуть ранее, которое всё ещё является предметом дискуссии, ибо директор Пак Дживон уже сейчас по уведомлению хайп не имел в виду, что это будет перерыв полтора года, что речь шла о том, что для того, чтобы привлечь этого продюсера, знаменитого обладателя Грэмми, обычно занимает столько времени, но это никоим образом не говорит о том, что всё это время девочки будут простаивать и никоим образом не работать. Ещё упоминается обидка вот это вот по поводу того, что обманули хайп, пообещав дебют Нью Джинс, а вместо этого дебютировав Ле Серафим раньше, чем непосредственно Нью Джинс, что спровоцировало Мин Хи Джин уболтать хайп, создать Эдор, забрать девочек под своё крыло и тоже подготовить их дебют, но, как сообщает сторона Мин Хи Джин, и тут хайп всячески мешали ей дебютировать, что-то там не давали ей какие-то разрешения, названия и так далее, тормозили, короче, её в этом процессе. Ну, собственно, и в конце ещё предъявляется та самая претензия по поводу предвзятого отношения со стороны хайп непосредственно к девочкам Нью Джинс, что, мол, они их так и не приняли, не здоровались, там, все дела. И ещё вот в качестве доказательства приводится промо сейчас девочек Нью Джинс и девочек Элит, девочки Элит промо-то музыки своей дебютной уже закончили, но они должны появиться на знаменитой программе «Всезнающие братья» Кновин Броуз. Многие очень ждут этого события, но так-то получается, что в этот же день и камбэк девочек Нью Джинс, и Эдор, руководство Эдор и сторона Эдор представляют это как саботаж Нью Джинс, что это сделано нарочно. Я сюда сразу же оговорюсь, что по этому поводу уже к Нью Броуз. Вы сказались и сказали, что это никак абсолютно не связано, что вот в этот день нам позвонили и сказали, давайте на этот день поставим. Нет, что эти все обсуждения велись задолго ещё до объявления камбэка девочек Нью Джинс и дебюта вообще девочек Элит, и у нас есть внутренние свои какие-либо графики, которые связаны также со съёмками на открытом воздухе и так далее. Поэтому мы несколько месяцев потратили на то, чтобы устаканить эту дату сами, собственно, и выдать её уже непосредственно хайп. Так что имейте в виду, что это никак не связано, и, соответственно, сделать это шоу в рамках того времени, когда продвигали девочки Элит свой дебют, просто бы технически не получилось никаким образом. Поэтому, несмотря на то, что промо у девочек закончено, эта программа состоится, короче, вот так они заступились за хайп. Но всё-таки это было представлено в качестве доказательств со стороны Мин Хи Джин и Эдор, для того, чтобы подтвердить, что хайп саботирует девочек Нью Джинс. Хочу сказать спасибо тем и авиатам, кто продолжает спонсировать рубрику новостей на моём канале, прочитая сообщения, которые вы мне прислали по донату. Ресничка Тэмина, ты написала. Ари, давно смотрю твой канал, и просто хочется искренне поблагодарить тебя не только за то, что ты помогла мне погрузиться в мир кей-поп глубже, но и за то, что ты такой светлый человечек мира и добра. Ты написала и два милых сердечка отправила. Спасибо тебе большое. Да, ребят, я уже столько разговаривала, вы говорите, что я прям такая светлая-светлая. Да я не такая на самом деле. Просто так уж получается, что я люблю кей-поп, и я люблю тех, кто тоже любит кей-поп, и мы все дружно собираемся, и у меня не так много поводов для того, чтобы что-то как-то себя негативно проявлять в этой всей истории. Так что я просто боюсь иногда в какой-то момент вас разочаровать, значит, и так часто упоминаю об этом, когда вы меня начинаете хвалить по этому поводу. Но мне, конечно же, неизменно приятно, что вы меня все равно поддерживаете и видите вот такой хороший. Так что, ресничка ты, Мина, спасибо тебе большое за поддержку, за твои слова отправляю. И следующее сообщение, которое я прочитаю, пришло от Светланы. Светлана, ты написала. Жизнь все расставит по своим местам, и каждый будет там, где должен быть. Надеюсь, и хайп, и Мин Хи Джин скорее разберутся друг с другом. И от всех этих действий артисты не так сильно пострадают. Я думаю, что к твоему сообщению сейчас присоединюсь не только я, а подавляющее большинство всех тем, кто смотрит этот новостной ролик. Хотя, я уверена, что в твоем канале есть и те, которые только сидят и ждут, такие, ну, какой там новый скандальчик, чтобы обсудить, чтобы это все перетереть, активно поучаствовать и высказать свое экспертное мнение. Нет, я не насмехаюсь на каком случае, я же сама тот самый эксперт, да, который, вот, дайте мне что-нибудь скорее камеру, я хочу поделиться своим мнением экспертным, хотя бы постом в Телеграме, да. Спасибо тебе большое, я тоже надеюсь, что все закончится. И, да, очень жаль артистов, с одной стороны, с другой стороны, ну, вот, если не брать конкретно сейчас хайп и Мин Хи Джин, 50-50, например, взять, да. Да мне там и директора было жалко, потому что это несправедливо, и когда ты вкладываешься, что-то делаешь, и тебя потом кидают через бедро, это всегда обидно, поэтому надеюсь, что и у девочек Нью Джинс, и у девочек Элиты, Лес Рафимек, и у остальных артистов, хайп, BTS тоже попадают, да, сейчас под эту всю катушку. Все будет, конечно же, хорошо, плюс сотрудников, которые скрыты, да, за лицами айдолов, но продолжают вкалывать и тоже страдают от этой ситуации, тоже мне хочется верить, что все у них будет хорошо. Есть у меня еще один донатик, но поскольку он посвящен теме, которую я планирую только в будущих, на новостях обсуждать, то я прочитаю его чуть позже, а сейчас хочу двум айвенкам, вот кто стал спонсором этого конкретного выпуска, еще раз сказать спасибо. Светик, тебе доотправляю маленькие сердечки, да, и обеим лапушкам вот такая большая саранхэ. А теперь возвращаемся к новостям. Самое у нас такое большое и обсуждаемое, это было обнародованное письмо, которое предоставило, отправило в Минхиджин, хайп, как раз таки накануне аудита, и которое, дескать, испровоцировало хайп выступить против непосредственно Минхиджин. Ну, давайте основные моменты. Во-первых, там, естественно, упоминается претензия со стороны Минхиджин по поводу плагиата девочками Айлит. Ничего-то новое, все это знаем, не думаю, что мне стоит останавливаться. Упомяну, знаете, только какую вещь сейчас проскользнула вот новенькая такая новенькая информация. Якобы Минхиджин утверждает, что в данный момент времени втихаря хайп ведет урегулирование споров с зарубежными продюсерами, которые написали музыку для Нью Джинс, но в итоге она была сплагиачена для сарафимками. В некоторых источниках также еще упоминаются Айлит. И вот, дескать, хайп сейчас пытается урегулировать все эти вопросы с продюсерами, написавшими музыку для Нью Джинс, но которые как бы не работают непосредственно в хайп. Вы поняли, да? То есть на что намек? И огромнейшая часть этого письма посвящена пунктику предварительные закупки. Что это такое, рассказываю? Это та тема, которая сейчас вызывает наибольший, мне кажется, резонанс из всего, что было. Хотя это не что-то новое, но сейчас тема была поднята, поэтому привлекла к себе много внимания и стала, так сказать, сильно актуальной. Рассказываю, что такое предварительные закупки. Это не запрещено законом, но как раз-таки некоторые это называют саджигим, то есть мошенничеством, да? Хотя, я еще раз скажу, что саджиги и мошенничество это то, что запрещено законом, это преступление. Но некоторые называют предварительные закупки именно таким образом. Другие же настаивают на том, что это просто лазейка в законе, которую используют, потому что, а почему типа нет, если каждая компания, каждый маркетинговый отдел хватается за любую возможность, которая поможет продвинуть группы в чарты, в топы, занять первые места на музыкальных шоу. И вот в качестве, наверное, примера, я вам приведу Райз, чтобы прям разобрать на кейсе, что такое предварительные закупки. Некоторое время назад, когда дебютировали мальчишки Райз, были показаны крутые продажи, то есть, что группа тут же стала миллионником в первую неделю со своим дебютным альбомом, и все было бы классно, но потом уже, спустя несколько месяцев, люди обнаружили, что, несмотря на то, что все эти месяцы Райз провели целую кучу ивентов, на всех они продавали свои альбомы, сумма продаж не то, что не возросла, а даже уменьшилась. Как это может быть? И, естественно, тут же все заподозрили использование той самой стратегии предварительных закупок. Она может реализовываться несколькими способами, наверное, самый такой классический это когда выпускается альбом, расходится по различным розничным точкам, через дистрибьюторов и агентства самостоятельно либо дистрибьюторским подписан контракт и кто заинтересован собственно в успехе и в продвижении артиста этого агентства. Они в этих розницах скупают определенную квоту альбомов. Буквально в первый день или в первую неделю, если нужно, в первый месяц они выкупают крупные суммы, речь идет о тысячах альбомов и эти покупки естественно расцениваются как покупки фанатами, они падают в сумму продаж. На что это влияет? Во-первых, конечно же физические продажи очень важны во время продвижения на музыкальных шоу, потому что это все дает определенные бонусы для того, чтобы занять первое место. Это все обязательно учитывается. Помимо прочего, например, стриминг, голосование фанатов и всяк разный, там просмотры клипа на ютюбе, вот это тоже учитывается физический альбом и также естественно появляются те самые статьи вот группа поставила рекорд и обогнала там ту-то группу со своим дебютом или, например, они поставили свой личный рекорд, что показывает, что группа растет, а не деградирует или не стоит на месте. Также, естественно, это все отображается на различных сайтах типа Хантео, которые ведут все эти подсчеты продажи за первый день, продажи за первую неделю, продажи за месяц и так далее. Все это является еще и основанием агентства предлагать свою группу брендам для рекламы, вести переговоры с инвесторами, дескать, смотрите, мы популярны, мы котируемся, да. Также, естественно, вот этот вот хоть и искусственно, но созданный ажиотаж привлекает больше внимания публики мимо проходил и они чисто ради интереса идут смотреть клип, идут слушать музыку на различные платформы и, возможно, заинтересовавшись даже покупают альбомы, что также провоцирует толчок для еще большей продажи физических альбомов. И, честно говоря, продолжать эту тему важности продаж в первую неделю, в первый месяц или в первый день артистов можно продолжать бесконечно, в какой-то степени, да, действительно, это даже можно назвать вирусным маркетингом, да. В качестве аналогии приведу, например, создание челленджей специально, да, на свой трек для того, чтобы люди снимали и сели, значит, в ТикТоке либо еще в коротких видео где-то эту музыку, то есть, как бы, дается толчок, а толпа уже подхватывает и несет, и получается, что в геометрической прогрессии растет, собственно, КПД, да, коэффициент полезного действия после вот такого, так сказать, инструмента рычага со стороны непосредственно компании. Естественно, как вы понимаете, купить в три раза больше альбомов, чем продано было реально, нереально, потому что, как писали в комментариях у меня в Телеграме, компания вылетит в трубу. Да, это действительно так, компания вылетит в трубу, и я думаю, что вот такие предварительные закупки обычно компании планируются на определенный процент от общих планируемых продаж, собственно, да, мы планируем продать столько, вот давайте там где-то на 5-10% еще дополнительно докупим, тогда мы сможем тех-то, тех-то обойти. Так вот, что происходит потом с этими выкупленными самой компанией или дистрибьютором альбомов? Объясняю. Компания может эти альбомы брать и возить с собой потом на различные площадки, например, на автограф-сессии, да, на фонсайны, но если кто-то думает, что эти альбомы дарятся и выходит как бы типа алло, это точно махинация, это делать нечестно, потому что, ну типа, камон, это уже, получается, не проданные альбомы, а подаренные, и то, что компания их выпустила сначала в розницу, отправила, вместо того, чтобы выпустить специально, да, целенаправленно для фонсайнов, для подарков, то это махинация, нет, это не так, дело в том, что эти альбомы потом приводятся на площадку и непосредственно продаются, это один из вариантов, также еще есть такая тема, что самая как раз таки спорная с возвратами, когда выкупаются эти альбомы, как я уже сказала, у небольших розничных магазинчиков или больших, если хотите, определенный объем выкупается, это все падает в подсчеты первых продаж, и когда эта тема уже перестает быть актуальной, эти альбомы возвращаются обратно в магазины по предварительной естественно договоренности с самими магазинами, но какие бы магазины на это согласились просто так, скажите, никакие, естественно, это все подкрепляется дружественными акциями со стороны самой компании, которая этим магазинам обещает еще череду всяких разных ивентов, которые будут предполагать большие крупные покупки этого альбома со стороны фанатов для того, чтобы опустошить склады и эти альбомы естественно там не залежались, что это? Опять же, как я уже сказала, фан-сайны, например, проведение шоу-кейсов, а вы знаете или не знаете, я сейчас расскажу, для того, чтобы попасть на шоу-кейс, предположим, он рассчитан на 30 человек, да, этот билет невозможно купить, его можно только как в батарею найти случайно где-то в альбоме, как, например, да, заветный билет на фабрику Вилли Вонке в какой-то из шоколадок, вот точно так же это с альбомами происходит, и фанаты, ярые, преданные поклонники, которые хотят побывать на шоу-кейсе, они покупают альбомы тоннами, в поисках, собственно, этого билетика на шоу-кейс, это, естественно, все стимулирует большие циферки в продажах альбомов, но так уж получается, что в первую неделю, пока ведется активная промо, одну или две недели может продолжаться на шоу, фанаты сосредоточены на стриминге музыки, на голосованиях непосредственно на этих шоу, то есть, кто-то покупает альбомы, кто-то даже массово, да, покупает для того, чтобы стимулировать вот эти вот красивые цифры непосредственно в чартах и сводках, в отчетах, но тем не менее фан-ивенты, то есть, дальнейшее уже продвижение альбома за пределами шоу происходит позже, когда по сути получается, что эти цифры продаж уже не настолько важны для рейтингов и всего, нет, они само собой важны, потому что это прибыль компании, да, это в принципе в дальнейшем, да, в перспективе, когда мы 10 лет назад будем оглядываться и говорить, вот этот альбом продан был вот таким-то собственно тиражом в общей сложности на сегодняшний день, нет, это все, конечно же, важно, но для того, чтобы схватить, значит, сливки еще и в виде наград на музыкальных шоу, то компании искусственно переносят продажи, которые должны состояться только там, скажем, через месяц благодаря фан-ивентам, массовые скупания, альбомов, на вот поближе, когда идут непосредственно шоу, то есть, они скупают эту квоту альбомов, это падает в копилку, артисты берут награды на музыкальных шоу, потом эти альбомы возвращаются обратно в магазины и начинаются как раз-таки в магазинах есть альбомы для того, чтобы фанаты шли и скупали эти альбомы и, собственно, участвовали в фан-сайнах, в шоу-кейсах и так далее. Вот на примере конкретно Райс что произошло, почему уменьшилась эта цифра, потому что предполагают люди, что Райс не могли никак покрыть эту квоту, которую они выкупили, понимаете, и они уже выпустили следующую свою музыку, но все равно продвигая следующую свою музыку, они продолжали на всех своих мероприятиях толкать и продвигать всячески свой дебютный альбом, чтобы как-то эту квоту, которую компания раньше изъяла из маленьких магазинчиков и вернула ее как-то сбалансировать, ну хотя бы покрыть, то есть выходит, что альбом продолжал продаваться еще несколько месяцев, дебютный, но цифра не росла, а уменьшалась, понимаете, и, соответственно, люди уже тогда сказали, блин, Сэм, ну вы бы хоть так не позорились и не накручивали столько много для того, чтобы там побить чьи-то рекорды вместе там с Zero Base One они на тот момент тягались, если вы в конечном итоге эту квоту так и не смогли распродать, как бы ни старались, более 60 ивентов Rise провели, продвигая продажу своего этого дебютного альбома и все равно эту квоту не смогли распродать. Как я уже сказала, это законом не запрещено и, в принципе, достаточно адекватно, что если нам закон не запрещает, а мы сделаем все ради своих детей, для того, чтобы дать им лучшие позиции, дать им награды или еще что-то, потому что это важно создать картинку успешного артиста с самого дебюта и это, как я уже сказала, важный толчок для того, чтобы группа дальше пошла двигаться, а не загнулась где-нибудь, исчезла. Учитывая, что сейчас эта практика используется повсеместно, особенно в крупных агентствах, не используя ее, очень большая вероятность того, что группа, скорее всего, вылетит в трубу и можно тогда даже сразу не начинать. Так что выходит, что эти правила надиктованы самой конъюнктурой рынка. И то, что Мин Хи Джин в своем письме упоминает эту тему, она, получается, просто ее вынесла на всеуслышание. Если с Райс это и с некоторыми другими случаями это то там, то сям, где-то вокально обсуждалось, то сейчас с таким огромным вниманием получается, что Мин Хи Джин подсветила всю эту тему хитрости всяких разных, которые использует компания. Но она постаралась это всячески преподнести как мошенничество. Я еще раз напомню, я писала об этом в телеграм-канале, что мошенничество и всякие хитрости, всякие выисканные маркетинговым отделом лазейки, как спровоцировать еще большие продажи, еще больший успех нашего артиста, это немножечко разное. Честно ли нечестно? Да, нечестно. Неэтично, да? Но тем не менее, Мин Хи Джин обратилась в хайп как раз таки в этом письме, что вы же лидер в индустрии. Почему вы продолжаете продвигать как раз таки вот эти вот устаревшие и некрасивые методы продвижения своих артистов вместо того, чтобы показывать хороший пример другим компаниям? Я хочу ей просто сама ответить по этому поводу. Да потому, что так делают сейчас и Сэм, и Джи Вайпи, и всякие разные другие компании. И если хайп перестанет это делать, то она просто будет не лидером уже. Тогда и можно будет уже делать, если она будет не лидером, скажите. Но, естественно, есть у меня, конечно, подозрение, что Мин Хи Джин боролась не за экологичность хайп, а для того, чтобы конкретно поднять эту тему и начать с этого, вот этот вот, знаете, такой касанокаминс хайп, дескать, я сейчас говорю об этом во всеуслышание и могу не молчать в принципе и в прессе, да? Вы же не хотите, чтобы об этом говорили все? Я вижу в этом шантаж, я об этом писала в телеграм-канале своем. Но она в своем письме ссылается на то, что Нью Джинс этой тактикой не пользовались, даже когда хайп обратились с предложением на один из предстоящих релизов Нью Джинс сделать предварительные закупки на 100 тысяч альбомов. Но она отказалась, потому что это, дескать, противоречит философии, бизнес-философии Эдор. По поводу бизнес-философии я тоже уже писала, ребят. Многие моменты, которые прослеживаются в поведении и тактических уловках Минхиджин, тоже не показывают честные игры. Так что тут, честно говоря, ну такая тема. Но сама суть понятна. Минхиджин выступила с тем, что мы честны и все достижения Нью Джинс, они исключительно экологичны. И мы опасаемся, что если другие артисты придерживаются вот такой манипуляционной тактики с предварительной закупкой, все это всплывет и начнет быть обсуждаемым, то многие подумают, что и Нью Джинс своих номеров один добились именно таким образом. Поэтому у нас возникает вопрос у Эдор непосредственно. Как часто таким методом злоупотребляют остальные артисты? То есть она уже говорила не про то, что мы не хотим, как Эдор, продвигать Нью Джинс таким способом. Она конкретно подняла вопрос о том, что а что там, как дела обстоят у других ваших артистов? Так их двигаете, не так? То есть это звучит приблизительно таким образом. Естественно, со стороны хайп это было расценено как вот он уже не звоночек, а колокол. Конкретно, где Минхиджин планирует по сути монастыря, так сказать, правила монастыря. Собственно, что и спровоцировала непосредственно аудит. Что она удивляется, я до сих пор не понимаю. Также, кстати, она упоминает, что вот такая стратегия в конечном итоге может истощить отрасль. Вот она так сказала. Я с ней не соглашусь. Знаете в чем? До том, что истощить это может те самые агентства, как, например, СМ влило сумму, выкупило альбомы для Райс, а потом не смогло их распродать. И вот эта вот разница, это получается как бы убыток понесенной компании. Но, естественно, какие-то маленькие команды, которые вливаются или небольшие агентства с большими амбициями, которые рассчитывают сразу на большие продажи, им тоже приходится следовать этой стратегии, чтобы поспевать. И выходит, что они с себя трусы снимают и вкладывают, для того, чтобы использовать эту тактику, лишь бы как-то продвинуть, а потом это не оправдывается и банкротит их. Но я бы назвала это не истощением отрасли, а высоким барьером выхода на конкретный отраслевой рынок. Это называется в экономике именно так. Поэтому про всякие истощения нет смысла говорить. Высокий барьер. Действительно, такие всякие штуки способствуют монополизации бизнеса или сосредоточения всего успеха, прибыли, доходов в руках тех компаний, которые могут это вывозить, а маленькие не могут. Естественно, тут как бы можно положить копилочку в то, что Минхиджин это упомянула. Есть логика в ее словах. Но опять же, как я уже сказала, все вот эти вот обвинения последнего времени с разных сторон в хайп, они настолько тщательно собирались и настолько тщательно продумывались, чтобы это все было логично. Поэтому, конечно же, это неудивительно. От себя, вот знаете, сюда в догонку к этому письму и вообще всех всяких разных претензий со стороны Минхиджин, хочу сказать, что да, неэтично такая продажа. Это делают не только хайп, но и другие агентства. Не хочу ничего сказать в их оправдании, но если Минхиджин, работая в такой крупной компании, как хайп, просто акула рынка, она тоже не та еще акула, но я имею в виду непосредственно хайп, заполучив финансового директора себе в помощники, который непосредственно курировал финансовые вопросы в хайп, и она смогла наколупать только это, что в принципе даже еще и по закону никак не накажешь. То есть, типа, камон, если в ближайшее время не появятся какие-то прям вот чернухи со стороны хайп, то обвинить огроменную компанию только в том, что они используют всякие уловки для того, чтобы еще круче продвигать своих артистов, ну, это маловато, вот честно. Я не поощряю такое продвижение альбомов, но если это единственный косяк хайп, который смогла найти Минхиджин, то камон. Давайте еще вот скажу сюда по поводу этих предварительных закупок, Минхиджин настаивает на том, что хайп нужно меняться, да, и этого не делать, показывая хороший пример. А я так не считаю. Если Минхиджин замахнулась на то, чтобы очистить рынок развлечения от всяких таких хитростей, то это нужно урегулировать либо на законодательном уровне, а вообще, как бы, достаточно, в принципе, менять какие-либо правила, тех же подсчетов, бонусов, правила закупки собственных альбомов, то есть, это все нужно менять законодательно или просто на уровне правил отрасли, которые учитывают эти продажи, предоставляя определенные плюшки. Все, ничего ты не сделаешь, другие компании будут все равно таким же образом поступать, никто не скажет, вот хайп так не делают, и мы тоже так не будем. Нет. Если другая, более мелкая компания будет видеть, что вот она сейчас может это сделать и обскачет артистов хайпа, она это сделает, сделают люди. Просто без перспективняк, это нужно либо на законодательном уровне, либо менять правила непосредственно тех, кто ранжирует эти продажи и предоставляет какие-либо плюшки в качестве там наград, в качестве там, я не знаю, поглаживания по голове через СМИ и так далее. Так, хорошо, также Мин Хи Джин в этом письме упоминает контракт с UMG, это у нас дистрибьютор, который занимается единоправно, монопольно реализацией всей музыки артистов хайпа. И они подписали этот контракт, как сообщает Мин Хи Джин, на суперневыгодных условиях, то есть они типа покупают за очень низкий гонорар всю музыку артистов. Вот так, поняли, она предъявила им и она сказала, что мы, как суперрастущая группа Нью Джинс, могли бы самостоятельно искать каких-либо других партнеров для дистрибьюции на более выгодных условиях, но мы связаны этим невыгодным контрактом, это первое. Во второе, еще и на 10 лет, это первое. Второе, что это никак не отражается благоприятно на нас, потому что мы все равно платим хайп, как Эдор, платим хайп какие-то там высокие сборы за эту же дистрибьюцию, за распространение наших альбомов. И вот сюда что хочу сказать, что, ну блин, вот Минхи Джин постоянно обвиняет хайп, что они ничего не делают для Нью Джинс. Когда они предложили предварительную закупку обеспечить на 100 тысяч, она сказала, нет, нам это не надо. Я могу представить, что все, что они пытаются делать для Нью Джинс, или для Эдор, она говорит, нет, нам это не надо. они подписали контракт с ЮМДжи, я думаю, что не потому, что они думают, как бы нам сделать так, чтобы сэкономить доходы ЮМДжи. Да нет, хайп в этом находит свою какую-либо прибыльность, да, то есть подписав этот контракт, у нас есть какие-то бонусы, например, мы заполучаем конкретные там платформы для рекламирования, конкретные связи, там, договоренности с другими, с кем-нибудь, то есть они находят в этом прибыль, за вот эту вот уступку в цене они находят для хайп и для всей структуры хайп и, соответственно, для субвейблов свои плюшечки. Это выгодно для хайп. Хайп делает это в своих интересах, а не в интересах ЮМДжи. Поэтому отдельно обособленные такие себе Эдор, они тоже входят в хайп и нужно это учитывать, что да, тут нам придется потесниться для того, чтобы был общеполезный коэффициент действия, да, уже столько сегодня упоминала этот КПД. И, соответственно, вот эта вот сама претензия Мин Хи Джин, такая типа, пусть остальные все на невыгодных условиях пляшут там, как хайп, разбирайтесь как хотите, а мы так не хотим. Ну, окей, она просто хочет обособиться. А, еще, кстати, она упоминает такую фразу, что вот, наверное, девочки Нью Джинс были не последней картой, чуть ли не самой козырной, когда вы смогли договориться с ЮМДжи и подписать этот 10-ти годовой контракт, но мы с этого никаких бонусов не поймели. И вот тут у меня тоже вот такая противоречивая вопросина появляется. Подождите, если это настолько невыгодно для хайпа и артистов хайп, и все чисто в пользу ЮМДжи, то зачем хайп нужно было договариваться и выискивать за счет Нью Джинс перед ЮМДжи, чтобы подписать этот суперневыгодный договор с ЮМДжи. Да, то есть, выглядит это так себе немножечко странно. Еще Мин Хи Джин в этом своем письме упоминает претензии к разным всяким отделам хайп, структурным, которые должны обеспечивать отваженную работу всех артистов она говорит говно качество то, что выпускают говно качество услуги, которые предоставляют, а мы связаны с ними и не можем собственный товар выпускать вот прям тут руками и ногами поддерживая, потому что Виверс работает очень плохо во всех смыслах и на него постоянно поступают жалобы. Поэтому я понимаю, что она ругается и это нормально было поднять такой вопрос. Честно говоря, вот тут прям соглашусь. И еще касательно отдела, который должен вести переговоры с разными всякими брендами по поводу сотрудничества лиц в рекламу и всякого разного, она значит предъявила, что люксовый бренд обратился к Нью Джинс с предложением рекламы. На что эта информация естественно должна вся пройти через соответствующий отдел хайп, те стали навязывать этому бренду другую группу Лес Рафим скорее всего, а Адора отвечает, мы там ведем переговоры, там у них что-то они там кажется сейчас думают еще сомневаются, возможно кого-то другого захотят это я вам так своими словами пересказываю, но там была претензия как раз таки в том, что дурили мозги Эдор и что-то там юлили в пользу поддержки другой группы перед тем брендом, который напрямую обратился к нам, хотели конкретно рекламы с Нью Джинс. И в конечном итоге, когда уже Эдор начали бить тревогу и алло, давайте разбираться, что тут у вас вообще происходит, только тогда это все порешалось в пользу Нью Джинс. Эта тема тоже упоминается. Харасо, Харасо, собственно, что последнее формулирует Мин Хи Джин, это то, что Нью Джинс, несмотря на все значит палки в колеса и несмотря на экологичность продвижения, Нью Джинс показали феноменальный успех, которого не было уже последние 30 лет. Вот так. Ладно, ребята, что там суд расскажет нам, мы с вами поглядим позже, они обещают вынести свое решение ближе уже непосредственно туда, к самому собранию акционерному, которое должно произойти 30-31 часа этого месяца и еще в промежутках где-то они какие-то будут письменные собирать уточнения со стороны обеих сторон, чтобы принять это решение, так что ждем. Но после всего этого новостного слушания, кстати, если будут еще какие-то новости по слушанию появляться, уже буду позже в новости добавлять. Сейчас же поднялись те самые сообщения, которым людям сильно было интересно понять, что же там Мин Хи Джин говорила на девочек Нью Джинс. И тут вдруг один ютубер, достаточно он как сообщается скандальный на некоторых сайтах, в частности на Корябу, который сильно поддерживает Мин Хи Джин, они его сразу обозначили как скандальным. На другом сайте я читала новости, они обозначают этого ютубера как того, кто публикует много всего разного, но бывает у него много инсайдерской информации, которая действительно потом подтверждается, то есть есть у него определенные каналы связи. Перезагрузиться. Ну, конечно, сколько времени писать. Постоянно эти скандалы ненавижу из-за того, что мне приходится такие длинные стеснишь, пока все расскажешь и половину не успеваешь. Так, хорошо, мы с вами говорим про Ли Джин Ху, это тот самый ютубер, который опубликовал переписку, что неофициально, еще раз говорю, как раз таки ту самую, в которой Мин Хи Джин поливала грязью или негативно высказывалась в отношении Нью Джин, что, дескать, свидетельствует о том, что все это фасад, да, откуда взялась переписка у него, неизвестно, тем не менее, в некоторых источниках, например, на Кориабу, это все преподносится как фейк, я уже говорила, что Кориабу поддерживает всяческий Мин Хи Джин, зачастую, когда появляются новости не в поддержку Мин Хи Джин, какие-то, знаете, такие, они их придерживают, придерживают, а потом дожидаются либо разъяснений, либо еще чего-то и публикуют это уже сразу с какими-либо опровержениями или еще что-то, то же самое касается и хайп, когда хорошие новости по хайпу появляются, они их придерживают, дожидаются, пока люди начинают, например, в каком-то месте где-то что-то критиковать или ставить под сомнение и уже в таком виде публикуют. Есть и другие сайты, как я уже сказала, которые поддерживают чисто хайп. Так вот, на сайте Кориабу у них это предоставлено непосредственно как фейк, вот, что это все фейковая информация и что где он ее взял вообще неизвестно и что на самом-то деле, если так разобраться, то это все, все вот эти вот сами скриншоты были им самим чуть ли не нарисованы. Но понятное дело, что текстовые сообщения скорее всего были чуть ли не текстом ему отправлены, а он это все оформил для того, чтобы показать в виде сообщений. Но они ссылаются на то, что это не оригинал, поэтому это фейк. А подтвердить, что этих сообщений точно не было или точно были не может никто. Другие же сайты, например, утверждают, что после того, как суд не дал добро обнародовать в суде непосредственно в зале заседания эти сообщения, то они были переданы непосредственно каким-то там сотрудникам хайп, возможно даже тем, кто переписывался с ней, и каким-то образом это все попало в прессу или каким-то ютуберам, ну то есть типа возможно хайп подумали, ну ладно, через суд нельзя, тогда кто-нибудь другой прекрасно может эту информацию из-за нас распространить. Возможно так, так что правдивы ли сообщения эти или нет, мы с вами знать не можем. И хайп нам по этому поводу официально не скажет, собственно, они это или нет. И Мин Хи Джин может тоже официально по этому поводу ничего не сказать. Беседа из Какао Ток, в котором Мин Хи Джин говорит касательно некого интервью, к которому готовятся девочки нью-джинс. Только она это говорит не девочкам нью-джинс, а с кем-то там обсуждает, возможно даже с человеком, который собственно готовил с ними эти интервью. Вот собственно вот такая фраза. Просто скажите им, чтобы они оставались скромными, даже если они станут толстыми, как свиньи, я позабочусь о том, чтобы они были популярными, приобрели популярность. Или вот такие сообщения. Если они притворяются крутыми, говоря впечатляющие вещи, но при этом даже не поздороваются со мной, то я захочу их убить. Такое сообщение. Или вот еще. Да что они могли знать? Они просто смотрят в зеркало. Опять же, настолько вырвано из контекста, что можно додумать себе как угодно. Или так еще. Они не стали популярными, потому что преуспели. Как это трактовать? Ну, возможно, речь идет о том, что отдельно какие-то участницы не работают там в полную катушку, потому что уже все за них сделано. Возможно, конечно же. Также предполагаемые текстовые сообщения Мин Хи Джин включали замечания о внешности участников Нью Джинс, такие как, например, толстые ученицы начальной школы, которые не могут сбросить ни единого фунта, и их ругают до смерти. Или еще. Ух ты! Она такая толстая и уродливая, или толстый, или уродливый, в корейском языке сложно определить. Имя скрыто, но я видела один из комментариев Нити Зин, где, сказать, а это он совершенно не за Банча Хиока говорила, там, где говорила, что толстый, уродливый. Честно говоря, тут не с тем понятно. Хорошо, были и уничижительные замечания в адрес фанатов, где она говорила я вынуждена наблюдать, как безмозглые дети сходят с ума, называя себя фанатами. Вот. Ну, собственно, ребят, судите, думайте, что хотите, еще раз говорю. Это неофициальная информация, и я так подозреваю, что ответа ни Хайп, ни Мин Хи Джин по этому поводу не будет никакого, хотя хотелось бы, конечно же. И, естественно, мнения очень сильно разделились по этому поводу. Кто-то в это верит и говорит, что, ну, типа, камон, как она могла так говорить о Нью Джинс, и все это брехня-ложь с ее стороны, что она для них мамочка. Другие, кто даже верит в том, что эти сообщения настоящие, они говорят, как Хайп могли поступить-то, грязные, такую информацию слить в интернет, не позаботившись о том, что это могут прочитать девочки Нью Джинс. И я к вот этой позиции хочу сказать, если эти сообщения настоящие, то нормально открыть глаза людям на человека, с которым они работают, если настоящие. Приятно или неприятно, все лучше, чем оставаться в неведении. Вот как бы вы просто, если бы за вашей спиной какие-то гадости говорили, а вам улыбались, вы бы хотели знать правду или предпочли бы ее не знать? Особенно, когда сейчас дело обстоит вот таким образом. То есть это не просто так было сказано, а вопрос сейчас решается по поводу того, с кем, с мамой или с папой останутся девочки Нью Джинс. Хорошо. Еще у нас появились несколько человек, которые поддержали Мин Хи Джинс на фоне всех этих обвинений в суде, что она жене ненавистнически выражалась о сотрудниках, называла их вот этими всякими кеджумами и так далее. Во-первых, выступила директор по выступлениям Нью Джинс, зовут ее Ким Ин Джу, она опубликовала стори с длинным письмом, суть приблизительно такая, что она благодарит Мин Хи Джинс за творческую свободу, она делала, что хотела, а Мин Хи Джинс ее за это никак там не правила, не верила, короче, типа делай, что хочешь. И также она упоминает, что сотрудники Эдор очень сильно поддерживают Мин Хи Джинс и даже сейчас, несмотря ни на что, они молча продолжают делать все возможное для участниц Нью Джинс. Еще опубликовала пост в защиту Шин Хи Вон, она, он не понимая, кто это, режиссер музыкальных клипов Нью Джинс. Собственно, речь там идет про то, что вот распространились эти сообщения, в которых якобы Мин Хи Джинс плохо отзывается о Нью Джинс, дескать, это смехота, это просто какой-то анекдот, хайп, как вам не стыдно, да, делать такие вбросы. И также упоминается там суть в того, что как плохо, если группу отправят на такой долгий перерыв, вы что там, с ума посходили, вы что не понимаете, насколько группе, которая год назад дебютировала, по сути, практически, там уже больше, но она упоминает непосредственно Леон Год, отправить на такой долгий перерыв, это просто хана капец. Так, ребятушки, это все пока что на данный момент, что касательно этой ситуации, если что-то будет появляться еще на монтаже, буду либо скриншотами вставлять, либо пояснениями, может что-то буду за кадром записывать, я не знаю, но я надеюсь, что чуть-чуть будет затишье, хотя бы денечек-два, и ближайший выпуск, я надеюсь, что я его выпущу как можно быстрее, потому что есть другие новости кей-поп, которые стоит нам обсудить. Конечно же, хочу поблагодарить айвят, которые стали спонсорами этого выпуска, он хоть и не дайджест, но все равно новостной, всех айвят, кто все еще борется с этим течением кей-попа, со всеми его скандалами, и доплывает до самого конца моего новостного ролика, неизменно, чтобы послушать эту концовку, не забыть поставить небольшой пальчик вверх, конечно же, желаю вам хорошего дня, оставайтесь со мной, а на этом пока что все. Саран-саран, с вами была Ржан, люблю вас, пока-пока-пока.